Я уже представлял, еще раз хочу сказать, пастор церкви Дом Хлеба, ведущий, основатель телепередачи программы «Угол», и много путешествовал в свое время, сейчас меньше, как пастор, понимаю, уже больше привязан, но пусть пределы расширяются, пусть хлебом кормятся люди везде, и в Африке голодной, и в Сибири мерзлой, и в солнечной Белоруссии. Благослови Господу! Спасибо, Церковь, дорогая, за такой радушный прием. Я хотел бы сегодня поговорить о самой важной личности в нашей жизни, об Иисусе Христе. Я как-то обещал, что мы продолжим рассуждение о теле Церкви, как-то так сердце моё повернулось, вы знаете, после этого псалма. Христос – это такая необычная личность, такая неординарная личность, такая сильная личность, сильная личность. И знаете, в чем сила личности? Это смирить себя. И часто мы слышали или так понимали, что Бог может смирить человека. Вы знаете, я когда-то задавал Богу неоднократно вопрос, почему ты выбрал Моисея? Ну, что же там такое могло быть в этом человеке? И однажды я читал книгу евреев, и мне открылся стих – «Моисей захотел страдать с народом Божьим». И Бог мне показал, видишь, вот это, Моисей захотел страдать. Когда ты захочешь страдать, я тебя тоже выберу. Потому что в мире люди, наоборот, убегают от страданий. Люди, наоборот, создают себе зону комфорта, чтобы ни душевно не истязать себя, ни физически не переживать, страхов никаких не иметь. Но Бог показал мне, Моисей захотел страдать. И когда я первый раз смотрел фильм о Мала Гибсона «Passion of Christ», «Страсти Христовы», меня сильно тронул один момент. Я не знаю, откуда Гибсон вообще эту мысль понял, откуда он ее взял. Но там был такой момент, когда Христа привязали перед тем, как бить Его. И несмотря на то, что уже были даны команды бить Его, бить, 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 истязать, они как будто не могут приступить к этому действию, как будто что-то их тормозит. И там был такой момент, что Христос поднимает голову к Отцу и говорит «I'm ready, Father, I'm ready». «Отец, я готов». Он как бы сам руководил своими страданиями. Никто не имел власти даже прикоснуться к Нему. Он должен был разрешить себя бить. Я стал смотреть на это и стал понимать, что власть Иисуса была настолько велика, что никто не мог ничего сделать над Ним. Как Сергей Сергеевич читал, вспоминал в текст Писания, «Я имею жизнь в себе самому. Никто у меня этой жизни забрать не может. Я могу ее отдать, и я могу принять ее обратно». Это колоссальная власть. И я бы хотел показать, что Иисус должен был смириться перед Отцом. Потому Павел это объяснял очень сильно. Хотя он был равным Богу, Павел пишет, но он смирил себя, быв послушным. Мы в первой части нашего богослужения говорили о послушании или о непослушании к церкви. И вот я вижу, что самая ключевая истина, которую стоит очень сильно выделить в священных писаниях, это послушание Иисуса. Просто послушание Иисуса. Мы сейчас придем к евреям, мы будем читать, что Иисуса вообще сделало, именно сделало. Именно сделало. Там много раз выделяется этот текст в Писании. Он сделался первосвященником. Он сделался виновником спасения. Он сделался поручителем лучшего завета. Сделался это сам себя возвел к этому статусу. Он не сам себе присвоил славу быть первосвященником. Он сделался первосвященником. Это что значит? Он должен был, как Павел объяснил Тимофею, хорошо служившие приготовляют себе высшую степень. То есть был статус первосвященника заступить общество перед отцом. Но дорога туда была очень крутой. Через страдания он навык, то есть выработал в себе привычку, качество выработал. Быть послушным. Библия говорит, хотя он и сын, послушным это его не сделало. Страдания, то есть узость условий постоянно требовала послушания отцу. И он восходил, 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 восходил. И был послушен не просто до какой-то черты, потом сказал отец, я больше не могу, это невозможно, это просто издевательство, я так больше не могу. Ты требуешь сверх моих сил. Нет, он был послушен до смерти. И отмечается, что это еще смерть была очень тяжелая, мученическая смерть и крестная. Он был послушен. Дальше стоит точка, и Павел говорит, поэтому Бог и превознес его. Вот мы как бы часто думаем, сколько Бог нам веряет в жизни, что Бог нам веряет в жизни в меру нашего послушания. В меру нашего послушания церкви, в меру нашего послушания Богу. И вы знаете, самый как бы страшный момент, самый роковой момент, по крайней мере я к этому пришел в своей жизни, вот к такому пониманию. Самый роковой момент, это момент отверженности. Момент отверженности. Это момент тот, что Бог меня отверг, или любимый человек меня отверг, или отец отверг. Ребенка, я где-то слышал или читал такую историю, маленькая девочка, она уже взрослая женщина, но она всю жизнь прожила жизнью отверженного человека. Такой человек, который отвержен был в детстве, он всю жизнь пытается вернуть к себе, ну вот этого достоинства. Эти люди, они ради этого идут учиться, они ради этого стараются в жизни как бы заработать доверие, заработать не доверие, а достоинство. И это очень тяжелая жизнь, люди не свободны, люди вот такое поражение пережили в детстве. Она вспоминает и говорит, я когда родилась, когда повзрослела, в трём к пяти годам, я вдруг поняла, что отец очень ждал мальчика, отец очень хотел сына. И надо же, первой родилась я. И я, говорит, помню, как отец стыдился того, что я его дочь. Я, говорит, запомнила такой момент, что мы шли по городу с отцом, мне было пять лет, отец держал меня за руку, и вдруг навстречу ему шёл его знакомый. И этот знакомый отца моего спросил, это твоя дочь? И вдруг отец сказал, нет, это моя наша соседка, девочка. И она говорит, я всё уже понимала в пять лет, всё оборвалось внутри меня, отец от меня отказался, ему было стыдно за меня. Вы знаете, Библия говорит, что Бог не стыдится называть нас своими детьми. Как это сильно. Когда наш ребёнок что-то вытворит там на улице, что-то разбил, с кем-то подрался, кто-то кричит, чей это ребёнок, чей это ребёнок, найдите родителей. Как бы нам не было стыдно, как бы нам было неприятно, но мы никогда не откажемся от своего ребёнка. Мы придём и скажем, это наш сын, это мой сын. Вы знаете, вот это вот предохранение душевное, оно очень важно. Меня больше всего тронул Господь тем, что, когда Он Израилю подписал жестокий приговор, в сорок лет, пока все не перемрёте в пустыне, вы не сможете войти в обитомную землю. Господь был так огорчённый поведением, сказал, сорок лет, пока вы все не умрёте, пока весь этот род способны держать оружие, который отказался воевать с врагами, пока все не умрут. Другое поколение войдёт в эту землю. Знаете, что меня удивило? Вот такая роковая черта жизни Израиля, казалось бы, всё, уходите, уходите, я с вами не хочу иметь дело, всё, вы огорчили меня своим неверием, вы предали меня, это была моя мечта, чтобы вам дать эту землю. Я говорю, уходите, но нет. Когда народ не захотел пойти за ним в обитованную землю, он развернулся и пошёл за народом. Он пошёл вместе с народом. И сорок лет он ходил с народом. Приговора своего он не отменил. Но он никогда не оставил этот народ. Сорок лет эти люди умирали в пустыне. Сорок лет он давал им манну. Сорок лет, говорит Библия, он учил их, как отец учит сына своего. Сорок лет он питал их манной и томил голодом, чтобы научить, что не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И вот это вот сознание, что они не отвержены Богом, это держит людей. Потому что если только это забрать у человека, нет смысла жить. К чему я сейчас это всё говорю? Я говорю к тому, что когда Иисус угождал Отцу, он просто был верен, он был послушен. 21-й псалом – это псалом просто душераздирающий псалом. Это пророческий псалом Давида о страданиях Иисуса. И Давид написал его при появлении зари. Он передаёт состояние Духа Иисуса Христа, Состояние, в котором находился Дух, содержался Дух Сына Божьего накануне Его страданий. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днём, и Ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. И, 5-й стих, на Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они, и были спасаемы. На Тебя уповали, и не оставали в стыде». Смотрите, он вспоминает историю, он опирается на опыт отцов разных людей. В каких бы ситуациях люди не оказывались, но когда они уповали, Ты выходил навстречу, Ты помогал, они в стыде не оставались. Ты мощно демонстрировал Свою силу. Я же, и это Сын Божий говорит, я же червь, а не человек. Поношение у людей, презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мной, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит Его, пусть спасет, если Он угоден Ему. Представляете, как Ему хотелось, вот чтобы Отец действительно продемонстрировал, чтобы Отец просто действительно в славе, не просто с креста Его снял, но продемонстрировал Его величие. И люди же говорили, а, вот какой Он Богу угодный, даже с креста сойти не может. Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На Тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей. Ты, Бог мой, не удаляйся от меня, Его скорбь близка, помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные, то есть толстые, жирные, васанские, окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчищий добыча, рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прелькнул к гортани моей, Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои, ноги мои, можно было посчитать все кости мои. Они смотрят и делают из меня зрелище, делят одежды мои между собою, и о ризах моих бросают жребий. Но Ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою, от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва, от рогов-единорогов, услышав, избавь меня, буду возвещать имя Твое, братья мои, посреди собрания, восхвалять Тебя. Какой вопль душевный, какое упование, какая тоненькая ниточка, просто упование на Отца. И мы читаем в 15-м псалме, что от этого возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде. Знаешь, когда человек приходит уже к роковой такой черте смерти, когда он не знает, что ждет его сейчас, когда дух покинет тело, у человека страх. Я был на острове в Канаде, и там есть знаменитый музей восковых фигур. И я там видел фигуру Вольтера. Вольтер был достаточно большим безбожником, хотя был большой знаменитостью. И Вольтер очень страшно умирал. Я даже наизусть выучил. Сохранились слова, которые сказала медсестра, которая присутствовала при его смерти. Вольтер кричал своим голосом. Вольтер просто метался, потому что видел демонов, которые пришли за его душой. И эта женщина, врач, сказала, ни за какие деньги в мире я больше никогда не соглашусь присутствовать при смерти подобного безбожника. Такой ужасной была смерть Вольтера. Когда умирал Муди, известный проповедник христианин, последними слова его сохранились и записаны. Он сказал, через несколько минут он нашел Господа, он сказал, этого дня я ждал всю свою жизнь. Это день моей коронации. Это день, в который Бог оденет на мою голову венец. Смерть очень многое определяет христиане, дорогие. В жизни можно еще как-то проскользнуть, как-то справиться с чувством страха, как-то что-то разрулить. Но когда приходит смерть, мы читаем об Иисусе Христе, плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде, не дашь святому твоему уведетления. Это упование. Я хочу просто показать вам в Евангелии Иоанна сильный текст. Здесь записано так, в третьей главе написано так, тринадцатым стихом. Христос говорит сам о себе. «Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Слава Господу!» То есть Христос говорит очень сильное утверждение. Он говорит, я, по крайней мере, встречал два раза такое выражение. «Сущий на небесах». Когда Он учил молиться, Он говорил, «Отче наш сущий на небесах». Это значит «живущий, вечно пребывающий на небесах». И о Себе Он говорит, как о Сыне Человеческом, сущем на небесах. Подумайте сами, какая должна быть причина, чтобы Бог от века сущий на небесах сошел с этих небес. Что должно заставить Бога, что это должен быть завеский аргумент, чтобы Сын Человеческий, от века сущий на небесах, добровольно мог не просто сойти с небес, но взойти на крест. Какая должна быть причина, что за этим стояло, что могло заставить Бога это сделать. И Он здесь объясняет, что так было с Моисеем. Он проводит параллель. Он говорил к евреям, он знал, что произошло в истории, когда змеи жалили еврейский народ. Я сейчас прочту на этот текст, чтобы более понятно было. Моисей вознес медного змея на знамя. Вот 21 стих книги Чисел, чтобы нам понимать, потому что это очень тонкая и важная параллель. Сын Божий сошел, чтобы взойти на крест. 21 глава книга Чисел, 5 стих. И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. Обратите внимание, змеи были не случайностью. Это не просто была местность. Это была кара за грехи. Это был гнев Божий за грех, за ропот этого общества. Дальше. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаленный взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он взглянув на медного змея, оставался жив. Интересно проследить в истории, что Бог всегда отвечал Моисею на его молитвы, на покаяние, просьбы, слезы народа. Но этот раз он змеев не убрал. В этот раз народ пришел и сказал, помолись, чтобы Бог удалил змеев. Удивительно, что Бог кару свою, гнев свой не убрал. Удивительно, что Бог не изменил своего отношения ко греху, который сделал народ. Но народ свой не бросил в этом состоянии. Получается, что Бог дал спасение народу израильскому от самого себя, от своего собственного гнева. Он предпринял спасение в виде этого медного змея, вознесенного на знамя. Змеи не ушли, змеи не перестали жалить народ. Бог не убрал свой гнев, но спас от своего собственного гнева народ посредством веры. Он сказал, вот вам ответ, от меня, через Моисея, раба моего. Вот змей медный, на знамени, и если вас ужалит змей, кара моя, гнев мой, за то, что вы гневили меня, и говорили против меня и Моисея, но я вас сам спасаю в своем собственном гневе. И когда мы размышляем о Христе, который сказал, как Моисей вознес, так и мне должно быть вознесено. Мы вдруг начинаем понимать, что Христом мы спасаемся от гнева. Мы им спасаемся от гнева, говорит Библия, от гнева Божьего. Мы им, Христом, спасаемся от гнева. Змеи не убраны с нашей жизни. Искушений полно вокруг нас. Ну, везет этому израильтину, если ему удается ходить осторожно, если ему удалось прожить очередной день и не быть ужаленным. Ну, замечательно. Так и нам. Хорошо, если бы мы не попали в искушение. Некоторые люди думают, что Бог будет избавлять от искушений. Это неверно. Неверно. Искушений полно. И грех жалит людей. И даже в молитве Отче наш, где Христос учил, не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, Он подразумевал, не дай нам впасть в искушение. Это не значит, что изолируй нас, убери все искушения с нашей жизни. Это значит, что не дай нам впасть в искушение, не дай нам оказаться искушенными грехом. Но это случается. Это случалось у евреев. Это случалось, что змей жалил. И когда грех жалит человека, человеку не удалось пройти мимо этого змея, не удалось спастись от этого змея. Грех жалит человека. Так вот где сила этого откровения. Вся сила этого откровения, что медный змей на знамени спасал людей не от змеев, Он спасал людей от яда смертоносного. Если этот яд уже попадал в организм, и не было никаких вариантов спастись человеку. В нем было знание, было условие. Он быстро, своими глазами находил этот огромный шест с медной змеей на нем. И смотрел, и зная условия спасения, всякий ужаленный змеем, взглянув на него, останется жил. И человек смотрел, и в нем боролась вера в условия Божьи, и боролся яд в его крыли. И вера одолевала смертельный укус, и человек остался жив. Когда мы говорим о Христе, мы должны понять, что грех остается. Он вокруг нас, его много, его больше и больше. Эти змеи вокруг, их очень много в нашей жизни. Вокруг нас, на работе, в школах, в интернете, в прессе, везде полно искушений. Но и Бог не может отменить своего гнева по отношению к греху. Нельзя, у Бога невозможно забрать эту часть его природы. Бог не может перестать ненавидеть грех. Это часть составная, атрибут его святости. Если у Бога забрать ненависть ко греху, сделав его лояльным, как сегодняшнее общество, он перестанет быть Богом. Хотите, верите в это, хотите, не верьте. Бога Богом делает его атрибут святости. Его атрибут вечности, его атрибут святости. Они взаимосвязаны. Взаимосвязаны. Пока Адам был святым, он был вечным. В день, который человек теряет святость, он теряет вечную жизнь. Так и Бог. Бог сохраняет свою вечность за счет своей святости. Это взаимосвязано. В день, который Бог перестанет быть святым, он перестанет быть Богом. Он перестанет быть вечным. Поэтому у Бога нельзя забрать святости. Это основная составляющая Его, как Бога, как личности. А святость подразумевает абсолютную ненависть ко греху. Абсолютную нетерпимость ко греху. Абсолютную нетерпимость ко греху. Потому эта нетерпимость и вылилась в Иисусе Христе. Она вылилась в самой жесточайшей мере. Я хорошо помню, как одна женщина написала письмо к нам в студию и сказала, я в шоке, я в шоке. Я просмотрела вашу передачу об аде, где человек был в аду. Я в шоке. Я не хочу такого Бога знать, который и так может карать людей об этих всех ужасах преисподней. Это тот Бог, о котором вы говорите, что Он любовь. Вот это Он такое делает с нами людьми за то, что мы грешим. Я не хочу знать этого Бога. Я чувствовал в ней серьезно просто горечь это внутреннее. И я с ней говорил по телефону и сказал, вы знаете, женщина, я тоже этого Бога знать не хочу. Если Он с такой ненавистью относится к грешнику и ничего не предпринял для того, чтобы этого грешника спасти от своего гнева. Но говорю, как вы точно увидели эти ужасы, которые человек пережил там в аду, находясь и возвратившись к жизни, рассказал об этом всем. Так точно говорю, я хочу вам показать текст Писании. И я открыл пророка Исаию и прочитал. Как ты был извязлен. Я прочитал обезображен паче всякого человека. Вид его и лик его хуже сыном человечества. И Писание разделило его тело и его лицо. И отметило, что обезображение его образа, его лица было настолько огромным, что, наверное, в истории всех пыток это невозможно просто проиллюстрировать, невозможно представить. Нас там чуть ли не судили Гибсона в Америке за то, какие ужасы, много крови он показал. И вот как тело это рвалось. Вы знаете, пророк говорит, он был обезображен хуже всякого человека. Вид его и лик его хуже сынов человеческих. И Христос неоднократно говорил в своих речах ученикам, что сына человеческого, он отмечал три основных вещи, что с ним сделали. Вероятно, они имели, ну, серьезное место в пытках над ним. Он говорит, сына человеческого предадут. Значит, это было очень больно на душевном уровне. Человек, с которым он провел три года. Человек, которому он служил и до самого последнего момента называл его другом, глядя в глаза. Неязвительно. Если бы Иисус Иуде дал пощечину и сказал, подлец, как ты смел, я для тебя все сделал, Иуда бы не повесился. Но когда до последнего мгновения он этому ученику мыл ноги, до последнего мгновения он смотрел его в глаза и называл его другом, этого Иуда пережить не мог. И он сказал, сына человеческого предадут. Второе он отметил, а плюют. В некоторых местах он печал, и забьют, и распнут. Вы знаете, в древние еврейские традиции плевать в лицо человека, это было знаком выказать самое большое презрение. Когда человек собирал себе мокроту в устах своих и плевал в лицо. Вы помните, там в Ветхом Завете, если отец плюнет в лицо дочери своей непокорной, она должна была стыдиться. Это был такой позор, это был такой срам, что девица, она должна была вообще быть застана, если она довела отца до такого состояния, что отец плюнул ей в лицо. И вы знаете, Иисус Христос, когда шел по этой узкой улице для Долороса, люди плевали на Него со всех сторон. Они не могли дотянуться, ударить Его, но они могли отвязаться на Нем. И это тысячи, 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 тысячи людей, представляете, и все на Него плевали. Посмотрите на это зрелище. Божий Сын, посмотрите на это зрелище. Божий Сын, весь человеческий этой мокроте, оплеванный, восходит на Долгофу. Некоторые богословы доказывают, что они с Него даже одежут уздели, что Он висел на Дим, что это было выказать самое большое унижение человеку. Самое большое, как только можно унизить человека, насколько только возможно, душевно его распять и физически его распять, насколько только возможно. И вот этот висел на кресте и говорил, Отец, Ты вложил в Меня упование от груди и матери, я на Тебя оставлен от утробы, у Меня больше не на кого уповать. Не оставляй Меня, скорбь близка, псы окружили душу мою, они делают из Меня зрелище, я пролился, как вода, кости Мои поломались. Понимаешь, как Он уповал на Отца, но Отец Его не избавил, с креста не снял. Он учился послушанию, понимаете? Он учился послушанию, он сын, но Он страданиями учился послушанию. И Он был как раз вот этим местом, которое спасает нас сегодня от гнева. Это нас спасает от гнева, потому что Отец действительно ненавидит грех. Отец действительно не может никогда перестать ненавидеть грех. Поэтому Библия говорит в 11 главе евреев, что мы приступили к суде всех Богу, Он судья, хотим мы этого не хотим, и ходатаю Нового Завета Иисусу. И крови Его, говорящие лучше, нежели кровь Авелева. К чему мы подошли, к чему мы приступили? К суде Богу. Бог, который ненавидит грех. Бог, который не может забрать змеев. Бог, который сам их нашла. В знак своего гнева. Но сам спасает нас от своего собственного гнева через своего Сына, который вознесен на крест. И когда грех тебя жалит, ты должен поднимать глаза. У нас нет другого пути спастись. У нас просто нет другого пути спастись от гнева Божьего. От кары Божьей. От ада преисподней. У нас просто не существует другого пути спасения. Его просто не существует. Кроме Сына Божьего. Вот так я понимаю 10 главу книги евреев. Это то, что мне открыл лично Господь. Ни в одном справочнике я этого не прочел. Но это то, что мне показал Господь. Что человек, который отвергает, попирает Сына Божьего, Духа благодати оскорбляет. И не почитает за святыню кровь завета. А вот этому человеку не остается более жертвой за грех. Потому что единственную жертву, которую Бог может принимать на небесах, Он ее перестал считать за святыню. Не потому, что есть такой грех, за который Бог не может простить человека. Не верю в это. Не верю. Все грехи, за все грехи, Сын Божий умирал. Все грехи можно излить у Христа, а плакать и кровь Иисуса Христа восстановит человека. Но если человек не считает за святыню кровь завета, который освящен, то жертвы за грех не остается. Потому, друзья, мое слово просто сегодня, мне так хочется прославить Сына Божьего. Просто прославить Его. Он сделался первосвященником. Он вошел за нас предтечью в небеса. И Библия говорит, он вошел туда не с кровью козлов или тельцов, но со своей собственной кровью вошел в небеса. И что он сделал? Приобрел нам вечное искупление. Поэтому мы можем... Вы знаете, что Бога отделяло за занавес, за веса в храме. Святое святых отделялось от обычного храма, от святилища. Туда невозможно было загадеть. Невозможно. Это Бог просто содержал себя сам там, потому что он не мог быть в среде этого общества. Люди бы просто не жили. Первосвященник один раз в год только мог туда заходить. И то у него колокольчики были пришиты к одежде. Потому что, если бы он не угодил Богу чем-то, его бы просто там такая кочерка стояла, крючок такой, его бы просто мертвого вытащили оттуда. Туда никто никогда не заходил. Там во святом святых десятками-десятками лет наверное была паутина, много пыли. Наверное, там просто никто туда не заходил. Это было место, где был Бог. Туда нельзя было заходить. И Библия говорит, что мы приходим к Отцу сегодня через завесу, то есть плоть Иисуса Христа. Это то, что вы здесь видите. Мы можем подойти к Отцу, к престолу благодати через завесу, разорванную. Это же откровение, это же не слова просто написанные. Это разорванное тело. Это когда Он взял хлеб, сказал, это тело мое, ломимое за вас. Это разорванное завеса, растерзанное тело, чтобы можно было прийти к Отцу и не быть испепеленным в присутствии Его святости. Потому мы действительно, приходя к Кресту, слагаем все свои грехи и обликаемся в Его праведность. Его праведность разрешает нам прийти к Отцу. Поэтому приходить к Ему можно только во имя Иисуса Христа, только посредством Иисуса Христа. Един посредник между Богом и человеком и человеком Иисус Христос, только посредством Иисуса Христа. Вы можете подумать, что ваш грех велик, и вы боретесь с ним, и у вас не получается у кого-то бросить курить, у кого-то еще какие-то вещи, и оно не получается. Мы не можем это одолеть, и мы недостойны. Но вы знаете, когда змей жалит, мы должны поднять глаза. Мы должны поднять глаза к Отцу и ко Христу, ко Христу распятым. Просто уверовать, что мы приходим к Отцу не своей праведностью, но праведностью Иисуса Христа. Мне бы очень хотелось отметить вот эту последнюю мысль заключения, что, друзья, что Иисус был послушен. Если мы хотим просто действительно угодить Господу, если мы хотим возрастать в служении, Иисус был послушен Отцу. И мы читали, насколько Он просто ожидал даже избавления, чтобы Ему не пить эту чашу. Он просил Отца, я хочу вам это показать, насколько Он откровенно, честно просил Отца, чтобы Отец пронес эту чашу мимо Него, чтобы Ему не пить ее. И между тем, Он ее пил. Между тем, Он в однеплоте Своей сильным воплем со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти Его от смерти, и был услышан за свое благоговение, но от смерти избавлен не был. Не было смерти избавлено. Если Он угоден Ему, пусть спасет Его. Не спас. Отцов спасал, людей спасает, нас спасает, безбожников спасает, в отчаянных ситуациях людей спасает. Я получил один раз письмо от одного наркомана, который с Израиля, русский парень, и он говорит, я ненавидел Христа, это чужой Бог, мы евреи, я обрезанный по закону Моисеев. Но это наркоман. Наркоманит человек, ничего не может сделать. Я не знаю, он кассеты какие там смотрел, или что, каким образом он на нас вышел, я не знаю. Но свидетельство было потрясающе, машиномляюще. Он говорит, у него была дочь, была жена, они ушли где-то из дома, уехали, и он дома один заварил себе этот крутой наркотик, и взял такую дозу сам, что упал, язык его провалился, и наркоман сам себе помочь не может, он достать не может свой язык, он чувствует, что задыхается, лежит на полу в кухне. И он говорит, и тогда я первый раз, даже не языком своим, а просто импульсами мозга закричал, Христос, если ты есть, спаси меня. И он говорит, вы представляете, Александр, что-то мокрое капает мне на лоб, на лицо сюда. Я открываю глаза, хотите верьте, хотите нет. Я вижу над собой крест, на кресте висящий страшно измученный человек, скрилоненный надо мной, и с его чела капает кровь на меня. Я, говорит, вскочил, как перепуганный, я вскочил, ибо я видел его глаза, я видел кровь, которая капала на меня. Я вскочил, я вернулся к жизни. Это видение исчезло, но присутствие его и слава его осталось. И он сегодня уверовал, он стал христианином. То есть, мы говорим о том, что кроме Иисуса Христа мы не можем и не могли бы никогда спастись от гнева Отца. Это невозможно. Библия даже говорит, что все пророки Ветхого Завета, сколько их не говорило, вы представляете, христиане, вы представляете, все пророки Ветхого Завета, сколько их не говорило, предвозвестили дни сии. И они знали, что они могут спастись только Христом. Христос говорил, Авраам рад был увидеть день Мой и увидел и возрадовался. Все было заключено во Христе. Моисей говорил, Господь Бог воздвинет из среды братьев ваших пророка. С большой буквы пророка. Моисей знал об этом. Моисей приходил с ним разговаривал на горе преображения. О бесходе его говорил. Все сводилось к этой личности. Проигнорировать этой личностью это умереть от яда. Мы не выживем, это невозможно. Это кто отвергает эту жертву, у него не остается больше жертвы, которую Отец может принять. Это наш шанс. Это наше спасение. Не важно, как много нас жалят змеи. Не важно, что происходит в нашей жизни. Важно, что Отец принял эту жертву. Важно, что Отец до сих пор принимает эту жертву. Братья и сестры, пусть никто у нас веры не заберет. Иисус Христос говорит Петру, я молился тебе, чтобы вера твоя не оскудела. Я знаю, что ты упадешь, он говорит, ты отречешься от меня. Прежде, нежели пропает петух, ты три раза от меня отречешься. Три раза. Это для того, чтобы ты не подумал, что первый раз, это просто случайность. Да, я точно не помню, что я сказал. Нет, ты три раза от меня отречешься. Ты дойдешь до дна своего отречения, ты откажешься от меня. Но я молился о тебе. То есть, он в своем всеведении знал, что Петр все равно упадет. Он молился отцу не о том, чтобы Петр не упал. Замечаете? Он знал, что Петр упадет. Неужели вы не верите, что Бог все знает? Неужели Бог не знает, что я могу упасть завтра? Что я упаду где-то? Но он не об этом молился. Он молился, я молился, чтобы у тебя хватило веры обратиться, чтобы ты пришел на то озеро, где я буду тебя ждать. И где теперь я буду у тебя. Три раза спрашиваю, любишь ли ты меня? И ты будешь смотреть в мои глаза и будешь отвечать, люблю Господи. Люблю. Но трусь я, соробел, не сдержался, возобладал надо мной страх. А он будет опять спрашивать, а ты меня любишь больше, чем они? И я опять буду говорить, люблю Господи. Ты знаешь, что люблю. Ты все знаешь. Ты знаешь, что люблю. И я хочу просто, друзья, вам сказать, что Иисус был послушен. Иисус был послушен. Мы должны прославлять Иисуса. Почему мы прославляем Он был послушен, сделался виновником нашего спасения. И вот это молитва его Матфея. Приходит 39 стих. Отошедший немного, упал на лицо свое и молился, говорил, Отец мой, если возможно, да минует меня чаша эта. Впрочем, не как я хочу, но как ты. приходит к ученикам, находит их спящим, говорит Петру, как не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте, молите, чтобы не впасть в искушение, а дух бодр, плоть же немощна. Смотрите, следите дальше, следите, что интересно. Еще отошедший в другой раз. Где вы видели, чтобы Иисус два раза о чем-то просил отца? У них отношения были настолько просто близкими, настолько сильными, что Он мертвому Лазарю, от которого уже вонял, уже прошел процесс разложения. Выйди. Он вышел, Иисус сказал, Отец мой, благодарю Тебя, я знал, что Ты услышишь меня, Ты всегда слышишь меня. Здесь Сын Божий не о Лазаре просит, не о посторонних людях просит, о Себе просит. Пронеси чашу мимо меня. Раз просит. Второй раз отошедший говорит, Отец, если может чаша отоминовать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя. Пришедший находит опять их спящими, ибо у них глаза отяжелели. Читайте дальше. 44 стих. Оставив их, отошел опять и помолился, в третий раз сказав то же слово. Три раза Сын Божий обращается к Отцу и умоляет о том, чтобы тот пронес чашу. И при этом совершенно исключает вариант непослушания. Ведь ему можно не пить чашу, просто не послушаться. Но два варианта не пить чашу. Либо Отец поменяет свое решение, свою волю, о чем он ее просит три раза, либо он скажет, нет, я ее не буду пить, я не могу ее пить. Но Сын Божий исключает непослушание, исключает. Если Отец не изменил свое решение, значит, другого выбора нет, я буду ее пить. И когда пришли воины, Петр схватил меч, подбежал, отсек ухо какому-то рабу. Иисус взял это ухо, приложил к ране, восстановил человека и говорит, спрячь меч, неужели мне не пить чашу, которую Отец положил в своей воле. Братья и сестры, стыдно серьезно иногда за нас. Мы непослушны в таких мелочах, мы непослушны служителям, жены непослушны мужьям, дети непокорны родителям. Господи, вся сила в покорности, вся сила распят свое воле, свои капризы, оно так нас разрушает, оно так много вредит нашей жизни. Врачи говорят, 70% заболевания желудком от нервных стрессов. Люди злятся, проклинают, ненавидят, не прощают, носят себе горечь. Женщина одна, рассказывала Виктор Курелянко, говорит, пришла, была изнасилована отцом, отца убили. Он говорит, отпусти его, ты же уже высохла от болезни, в тебе же ненависть. Отпусти отца, его уже нет в живых, а ты его держишь, ты не можешь простить его. Она говорит, нет, сколько жить буду, буду ненавидеть его, никогда не прощу и уходит, и ушла. Как много вещей в нашей жизни уже этих людей нет, может они давно покаялись, может их в живых нет. Как нужно просто действительно покориться Богу, как нужно действительно отпустить вообще все и покорить свою волю только Богу, только Богу, только Писанию. Мы просто воскреснем, христиане, мы просто восстанем, мы просто увидим, сколько благодати в послушании отцу. Не противься злому, Сын Божий не противился злому, Сын Божий говорил, ударившим тебя в правую щеку подставь левую, Сын Божий, так говорил Сын Божий. Библия говорит, он страдая, не угрожал, он предавал все судьи праведному. Какое послушание, какой удивительный пример послушания, удивительнейший пример послушания. Молился за своих врагов, он наш пример, братья и сестры. Давайте я приглашаю вас просто почтить Сына Божьего, просто вот все это собрать в одну молитву и поблагодарить Ему. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Боже, можем ли мы объять это все? Можем ли мы объять это все? Можем ли мы объять нашим разумом то, что Ты сделал для нас? Может ли человек понять то, что Ты сделал для нас? Может ли мое сознание объять Твою жертву? Ты сущий на небесах Сын Божий, Сын человеческий. Сходишь на землю, чтобы взойти на крест. Господи, чтобы закрыть меня от гнева Бога, чтобы закрыть меня, чтобы Божьи грехи были возложены на Тебя. Господу было угодно поразить Тебя, и Он предал Тебя мучению. Господи, Ты за преступников сделался ходатаем. Господи, у Тебя есть сила заступаться за виноватого, потому что, Господи, Ты взял грехи наши. Никто не может прощать грехов, кроме одного Бога. Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, потому что Ты взял эти грехи на себя. И мы исповедуем сегодня, и мы говорим, Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Сын человеческий это единственная жертва, Которую принимают небеса. Это единственная кровь, которая постоянно предстоит перед Твоим лицом, Отец. Это единственные раны, через которые я могу быть записанным в книге жизни. Могу быть спасенным. Потому я поклоняюсь Тебе, Сын Божий. Я поклоняюсь Тебе, Иисус Христос. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты согласился умирать за нас, быть изъязленным за грехи наши. И мучимым за беззакония наши. И сегодня, Господь, мы приступаем к этой трапезе. Мы будем протягивать свою руку, Господь, к Твоему телу, дорогому, драгоценному телу, Господь. Мы будем протягивать наши уста, Господь, чтобы принять Твою кровь, Иисус. Чтобы сочетаться с Тобой, чтобы быть причастниками Твоего естества. Чтобы быть близко с Тобой, чтобы вспоминать Твою смерть. Чтобы провозглашать Твою смерть, как единственную жизнь. Как единственную нашу жизнь, как единственную надежду человечества. Мы благодарим Тебя за это. Мы поклоняемся Тебе, мы прославляем Тебя, мы будем верой взирать Тебя всегда, всегда, чтобы вера наша не оскудела. Мы будем постоянно поднимать глаза нашей веры, будем смотреть на Тебя. Мы веруем, Господь, что Твой старый Голговский крест, Он имеет огромную силу, Он имеет самую большую силу от самого сильного яда, от самого разного греха. Твой Голговский крест содержит в себе потрясающую силу, Господи, обезоружить всякий яд, обезвредить всякий яд в нашей жизни. И потому мы взираем на Тебя прямо сейчас. Может быть, Господи, здесь есть люди, которые согрешили, которых совесть осуждает сейчас. Мы приходим к Тебе прямо в этой молитве, прямо сейчас, Господь. Мы поднимаем наши глаза на этот шест, на этот Голговский крест. Мы верим, Господь, что это не просто символы, это реальная казнь, это реальная смерть, это реальное распятие, это реально пролитая кровь, это реально Дух, покинувший тело. Господь, и мы просто взирая на Тебя, мы веруем, Господь, что Ты можешь омыть нас от наших грехов. И мы призываем Твою кровь, очисти нас, омой нас, освети нас, нашу совесть освети от мертвых дел на служение Богу живому и истину. Мы принимаем Твою праведность прямо сейчас. Верою, так же, как полагаем грехи наши возле креста, так же точно мы принимаем Твою праведность прямо сейчас. Мы верою, облекаемся в Твою праведность. Мы верим, что Ты взял наш грех, а значит, сделай нас праведными через Свою собственную смерть и через Своё воскресение. Ты оправдал нас на небесах. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. В один день мы увидим Тебя, как Ты есть. В один день мы увидим Тебя, Сын Божий. Мы надеемся на этот день. Мы знаем, что мы узнаем Тебя на небесах. Мы узнаем Тебя по ранам. Никто не имеет ран на своих руках. Ты единственный на небесах. Мы узнаем Тебя по ранам. На Твоих ладонях мы узнаем Тебя, Сын Божий, потому что, Господь, Ты искупил нас. Ты сделался виновником нашего спасения. Мы поклоняемся Тебе, как Церковь, как спасенные люди, во имя Иисуса Христа. Аминь.